У него хвост есть? Я никогда не приглядывался к сраке Лунтика и не проверял, торчит оттуда что-то или нет. Уж извините! Твою мать, наконец-то нашел! Вот! Вот его срака с хвостом! Все фотки проматываю, везде вид спереди. Везде он свою рожу пихает в объектив. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, с вами Акинатор, наш джин Всезнайка. Готов, готов напрягать свои мозги и отгадывать все мои сложнейшие ребусы. Господи, Михалыч? Сегодня популярен Мих... А, собака из Room Factory, 2017 или 2017 года. Да не, я думал... Я думал Михалыч и Евгений Пантелейкин с канала Рэдисона, думаю, нихрена себе самый популярный сегодня. С какой такой радости! Короче, начинаем играть, давайте. У нас будет несколько оригинальнее, чем все, что здесь. Потому что я вам буду закадывать Лунтика Икс! Причем, я вообще думаю, что он, скорее всего, не угадает, но это жесть. Если он угадает Лунтика Икса, то будет просто полная жесть. Я думаю, что он, скорее всего, отгадает обычного Лунтика. Так, ну снова пишем наш возраст. Да, играть. У вашего... Прикиньте, если бы у Лунтика Икс был канал на Ютубе. Мне кажется, его бы забанили через неделю. Нету. Ваш персонаж реален? Нет. Женского пола? Надеюсь, что нет, блин. Нет. Лунтик это не человек. Лунтик он на той Лунтик, понимаете? Чтобы не быть человеком, а быть Лунтиком. Поэтому нет. Да, герой мультфильма. Ушки. У него хвост есть? Блин, надо вспомнить. Я никогда не приглядывался к сраке Лунтика и не проверял, торчит оттуда что-то или нет. Уж извините. Твою мать, наконец-то нашел. Вот. Вот его срака с хвостом. Все фотки проматываю. Все фотки, блин, везде вид спереди. Везде он свою рожу пихает в объектив. Все, есть у него хвост. Да, есть. Ваш персонаж? Нет. Одежда для Лунтика это было бы странно. А Лунтик... Я не знаю, блин. Ну, Лунтик Икс. Мы все-таки загадываем Лунтика Икс. Лунтик Икс точно фокусами не занимался. Он занимался тем, что выносил мозги всем, кому только можно. Ну, подождите. Лунтик Икс, он не герой мультфильма Лунтик и его друзья. Лунтик герой мультфильма Лунтик и его друзья. А Лунтик Икс, возможно, частично. Желкерман. Нет, думаю, нет. Короткая стрижка. Ну, блин. Ааа. Так. Еще раз. Смотрим внимательно. Ну, я не могу сказать, что у него вообще есть волосы. То есть, стрижка. Ну, в каком смысле стрижка? Ну, да, короткая. Окей. Лунтик Икс ходит на двух ногах. Определенно связан с Луной? Да. Да. Связан с войной 812. Это какой? Это... Это Наполеон, наверное, да? Или какая? То есть, ну, я не силен в этом, честно говоря. В истории. Нет, не связан. Да, Лунтик Икс упал с Луны, но он не Лунтик. Лунтик. А как мне... Как мне... Ну, хорошо. Лунтика мы отгадали. Окей. Я думаю, это Лунтик и друзья. Давайте скажем ему нет. Продолжить. Нет. Сейчас он скажет. О ком вы думаете? Лунтик Икс. Отправить. Эээ... Мистер Икс. Демон Икс. Лунтик Икс. Черные глаза, красные зрачки, весь в крови. Лунтик Икс. Персонаж Крипипасты. Лунтик Икс. Красные глаза, убивай своих друзей. Нихрена себе, сколько тут Лунтиков Икс. Ну, давайте вот возьмем, наверное, персонаж Крипипасты. Браво. Вы победили меня. Охренеть. Я первый раз добился такого результата, чтобы это... Чтобы это самодовольная индусская сволочь сложила руки и покорно наклонила свою голову. Наконец-то удалось. Ларри из игры Сэлли Фейс. Как раз вот относительно недавно вышел второй эпизод. Все еще помнят, кто такой Ларри. Еще не прошло... Я не знаю, сколько... Сколько там выходил второй эпизод. Еще полгода не прошло до выхода третьего еще. Не все забыли его имя, его рожу и его патлы. И его любовь к замечательной, красивой музыке. Ну, если серьезно, я вообще люблю такую музыку, как та, которую он слушает. Я сам такую слушаю. Ну, окей. Ваш персонаж реален. Ларри из Сэлли Фейс нереален. Ваш персонаж женского пола? Ларри из Сэлли Фейс неженского пола. Человеческая голова? Определенно. Ваш персонаж героем фильма? Нет. Ваш персонаж носит... Ну, кстати, это интересно. Может, у него кастет всегда в кармане был? Но он не показывал, поэтому мы предположим, что нет. Усы? Не, у него не было усов. Не, я не помню, у него усов. Да, из видеоигры. Вы управляете? Не, не управляем. Как это плавал? Хороший. Он металюга такой. Хороший металюга. Трясет ботвой, развлекает нас. Нет, он неплохой. Откуда? Что это за... Аааа! Типа, может быть, он намекает на себя, что если мы напишем ему, что... Мы родились тогда-то и тогда-то, там. Столько-то нам лет. Не, ну подождите. Даже Акинатор не знает, сколько мне... Когда у меня дата дня рождения. Потому что я ему только возраст написал. Я же не написал ему дату рождения. В конце концов. Нет, он не знает. Откуда ему знать? Волосы белые, как снег? Это на кого намек? На Гэндальфа, что ли? Да нет. Ваш персонаж играл бы в фильме... Три метра на туровне в небо. Не напрягайся даже, чувак. Я тебе сразу говорю. Нет, ты сейчас родишь что-нибудь от натуги. Нет, не из Эндертейла. Что? Показывали ли фильмы с вашим персонажем в кинотеатрах? Блин, это было бы... Да, подросток. Ларри посещал ли он Японию? Вы знаете, я не помню. Во-первых, я, кстати, что там за Астралис? Я тоже вот вопрос был про какую-то группу. Ну, хрен его знает. Нет, по-моему. Родился... Да откуда я, блин, знаю? Живет со своей матерью? Да. Живет с обоими своими родителями? Нет, нет. Отца нету. Пользуется... А, смотрите. Смотрите, он начинает подбираться. Да, пользуется. Ларри Джонсон. Персонаж видеоигры Сэлли Фейс. Слушайте, ну это было как-то слишком просто. Он прям, знаете... Он меня раскусил просто как орешек. Элементарно. Отлично. Какая радость. Ну, это говнюк ты такой, а? Чуть не забыл. В комментариях под каким-то из прошлых выпусков Экинатора был такой совет. Загадать ему птичку, которая переносит тебя через пропасть в водопаде в Андертейл. И вот это, я думаю... Вот это реально жесть. Это реально жесть. Давай, напрягай-ка просто изо всех сил свои мозги, чтобы у тебя просто из ушей валило 1100 миллионов киловатт электроэнергии. Потому что иначе ты не справишься. Я тебе очень не завидую, чувак. Ваш персонаж существовал в реальности? Нет. У вашего персонажа два глаза? Ну да, это есть. Есть такое дело женского пола. Чувак, ну... Ты, конечно, извини. Я уж не знаю, какие у тебя наклонности, товарищ Экинатор. Но я птичкам, которые меня перевозят через пропасть, я им под подол не заглядываю. Давайте скажем, что я не знаю. Откуда мне знать? Ваш персонаж из Андертейл? Да. Что-то... Нет, не человек. Что-то все слишком как-то уже очень... Быстро он подбирается к общей теме. Похож на животное? Он как бы птица. Птица, она как бы, да, похожа на животное. Похож на кошку? Нет. Желтый? Да, блин, он желтый. Она желтая, эта птица. Я это точно помню. Желтая змея, ты что, упоролся, что ли? Нет. Ваш персонаж ребенок? Я опять-таки не знаю. Зачем мне было знать ребенок, она или нет? Еще раз говорю, я ей под подол не заглядывал, возраст согласия меня этой птичке не интересовал, поэтому я не знаю, ребенок она или нет. Скажем, я не знаю. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Подождите. Ну, птичка может ходить на двух ногах, но она при этом еще и летает. Возможно, частично. Вот так. Да, летает. Ну ты козел, а? Ну ты к... Ну, конечно, блин, если подсматривать в смартфоне. Небось, на Undertale Wiki, блин, зашел и все там прочитал. Голубого цвета. Нет, блин, ты голубого цвета, козлина. У вашего персонажа есть хозяин? Насколько я помню, эта птичка там в одиночестве стоит, поэтому нет, наверное. А, ну да, он думает, что типа, там, я не знаю, Бургер Пенс. Нет, не работает. Небольшого роста, да, определенные руки. Не, нет, только крылья, чувак. Так, показывали фильмы с вашим персонажем в кинотеатрах? Нихрена себе, целый фильм посвятить птичке, которая перетаскивает тебя через пропуск. Долгий будет фильм, очень долгий. Целую минуту будет длиться. Нет, не показывай. Да, в принципе, съедобен. Еще как съедобен. Ваш персонаж героем или фильма? Нет. Я же уже говорил, в Undertale он. Да нет, ни к какому снегу, господи. Чувак, ты уже или угадывай, или сдавайся. Этот персонаж имеет отношение к фантастике? Ну, не знаю, Undertale имеет отношение к фантастике? Ну, как бы, возможно, частично, давайте скажем. Нет, не связан. Маленького роста. Да, уже спрашивал же это, или нет? Я думаю, это утка из игры Undertale. Но даже нет ее фотки. Вместо утки Акинатор и его силуэт. Это как? Это дискриминация по утиному признаку. Все утки должны быть очень расстроены этим фактом. Даже не пихнули. Но я правильно понимаю, что... Подождите, может там... Может в Undertale была просто утка? Не птица, которая перетаскивает тебя через... А была птица, которая перетаскивает тебя через пантастик. И утка. Ну, давайте скажем, что ладно, да. Давайте ему засчитаем. Так уж и быть. Играть снова. Потому что... Я вот не помню, она утка или нет. Но она реально похожа на утку вроде. Она такая пиксельная, маленькая. Там не разберешь особо. Ну и давайте напоследок... Я даже не знаю, сложно это или просто. Скорее всего, это, наверное, просто. Не будем слишком уж загружать нашего усато-бородатого беднягу. Но, с другой стороны, это не очень-то и просто. Потому что этот персонаж, он толком как-то особо и не выделяется. Главный герой игры Hello Neighbor. Если вы не поняли, я не про соседа, а про того, за кого мы играем. Вот как он будет отгадывать это? Волосы есть, определенно, да. Нет, он не женского пола. За персонажем женского пола бы, если бы сосед его догнал, он бы его из дома не выгнал. Он бы сделал с ним что-то страшнее. Ваш персонаж носит оружие? Ну, вы знаете, там как бы он, если ружье подберет, он его носит, да. Но оно такое, знаете, это оружием прям назвать как-то довольно сложно. Поэтому, возможно, частично. Управляем, определенно. Нет, не связан с игрой Minecraft. Ваш персонаж из медицинского сериала? Я не понимаю, как ты до этого додумался? Нет. Убивал людей? Нет, блин. Да, по-моему, у него черные волосы, если я не ошибаюсь. Ваш персонаж имеет отношение к смешаникам? Нет. Ученый? Да нет, господи, какой он нахрен ученый. Ваш персонаж может поместиться на голове? Что за... А, я понял, я понял. Нет, нет, не может. Это человек в полный рост. Аж бурундук. Главный герой игры Hello Neighbor бы сейчас, наверное, оскорбился. Нет, не бурундук. Автомобиль? Да, есть. Он на нем приезжал и распаковывал вещи. Ваш персонаж пел песню по проводку. Бежит такой с ружьем. Ох, сосед, сосед, давай бухнем, давай мне в рюмочку нальем. Нет, не пил. Ваш персонаж сын шерифа? Какой нет сын шерифа? Нет. Офигеть. Ну, это все, это считайте, что, ребята, вы управляете, ваш персонаж связан с игрой? Все, я проиграл. Да, связан. Ваш персонаж с усами? Нет. Джеймс из игры Hello Neighbor. Боже, как это оказалось просто, а? Твою мать. Давайте посмотрим. Я же не напутал ничего в показаниях. Мне просто интересно. Игровой отчет. Поглядим. Носит оружие. Надо было отвечать нет. Ну, ружье, как бы оно тоже оружие, но оно не настоящее. Оно не боевое там такое. То есть прямо оно не способно травмировать. Но, тем не менее, я же не знаю, как они посчитали бы. А все остальное, смотрите, я правильно ответил. Ну, окей. В общем, вот так. Вот так вот замечательно. Давай, Акинатор. Посмотрим напоследок на твою самодовольную рожу. Рожу победителя, блин. Один раз только ты проиграл с Лунтиком Икс. Но, что поделать, что поделать. Не все же тебе выигрывать, правильно? Один раз проиграл, три раза зато выиграл, блин, козел. Ну, окей. Давайте на этом заканчивать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока.